Очень аккуратно и крайне осторожно мы отмечаем признаки того, что в Европе появились первые предвестники, что кто-то таки начал просыпаться в отношении Москвы. В последние годы были прямо противоположные тенденции, пришлось отмечать, что даже те, кого всегда считали вменяемыми, начинали демонстрировать отсутствие адекватных суждений или принцип «карман не пахнет, когда в нем рубли». Понятно, что больше всего было разочарование в Германии, а потом во Франции, поскольку Италия, например, всегда была с коммунистической задоринкой. Но вот ряд скандалов с российскими шпионами в Чехии что-то такое сдвинул с места и процесс начинает набирать обороты. Честно говоря, мы полагали, что все стихнет за несколько недель и вернется к тому, что было раньше, но нет. Похоже, это был взрыв глубинной бомбы, который условно нырнуло на горизонт с 1968 года и рвануло где-то там. Ведь сейчас одной из персональных подстилок Москвы в Европе является Венгрия, а у нее самой имеется исторический слой 1956 года, который должен был генерировать иммунитет против московщины. Но ничего подобного. Примерно в этом ключе действовала и Чехия, став базой для российской шпионерии, откуда легко добраться до любой точки континентальной ЕС. И вот в Чехии, где президентом является кремлевская кукла, которая, как и Ермак, практически не скрывает своего кремлевского ангажемента, начались процессы уже не столько ответного РФ-свойства, как внутренние, призванные привести собственную власть во вменяемое состояние. И в данном случае речь идет о главном и самом отвратительном позоре современной Чехии – президенте Земане. Вот что об этом пишет сегодня издание «Новинки». По данным Сенатского комитета по безопасности, президент Милош Земан не может исполнять обязанности президента республики. Он дезориентирован и действует без согласования с правительством. Сенат примет решение по предложению об отставке Земана и любой вердикт о его неспособности занимать пост президента должен быть утвержден Палатой депутатов в соответствии с Конституцией. Комментируя эту информацию, попавшую в прессу председатель комитета Павел Фишер, так объяснил причину инициации процедуры отстранения Земана от власти. Президент Милош Земан не в состоянии выполнять обязанности президента республики. Он во многих моментах дезориентирован, действует без согласования с правительством, он не действует в соответствии со своими обещаниями, он действует в нарушении хартии основных прав и свобод по отношению к средствам массовой информации. В этом месте его речи пришлось прерваться, чтобы перечитать кусок еще раз и убедиться, что речь точно идет о президенте Земане, а не о каком-то другом президенте. Но дальнейшее изложение подтверждает о Земане. Он также не помнит, как был начальником полиции. С точки зрения Конституции мы должны контролировать президента, мы не должны откладывать все на лучшее время. Мы пришли к выводу, что с этим нужно бороться со всей серьезностью. Понятно, что инициатива профильного комитета Нижней Палаты это еще не решение парламента. Сначала его должна утвердить Нижняя Палата, а затем и Сенат. Но процесс уже запущен и Земановское болото подняло «испуганный вой», поскольку настроение общественности явно не на стороне президента. Видимо, в ходе скандала со взрывом на складах боеприпасов и последующей высылки огромного, как для Чехии, количества шпионов, до многих стала доходить цена благодушия. Ведь именно в реакции на этот скандал Земан показал уже не просто пророссийскую, но античешскую позицию. Это для нас такие понятия синонимы. А там этот постулат еще только начинают принимать как надо. Чем он там закончится, увидим, но даже такого движения там никто уже не помнит. А это значит, что кто-то начал просыпаться. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok